Проект Сэндичати, США, просчет торговой войны Трампа Чжан Цзюнь Проект Сэндичати, США 5 июня 2019 года Шанхай Как раз в тот момент, когда появилась перспектива торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, участники переговоров снова вернулись к тому, с чего начали. Непосредственной причиной срыва соглашения стала настойчивость Китая существенно переписать проект соглашения, что, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, нарушает ранее согласованные условия. Но коренная причина изменений в проект со стороны Китая, мотив его нежелания выполнять требования США, заключается в фундаментальном просчете со стороны администрации Трампа. Иными словами, США переоценили свои возможности. Соглашение, которое Китай переписал, обязало бы китайскую сторону законодательно закрепить некоторые изменения, к которым стремились США, и это обсуждалось в условиях агрессивной кампании США против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Huawei Эта компания включала добавление компаний в черный список Министерства торговли Америки, тем самым прекратив ее поставки важнейших технологий, и подталкивая своих союзников также к изоляции компании. Хотя такие меры, несомненно, ударят по Huawei, компания сможет в конечном счете компенсировать свои потери, установив связи с другими быстрорастущими китайскими технологическими компаниями. Однако, для остального мира атаки администрации Трампа на Huawei, и на Китай в целом, будут иметь далеко идущие последствия. Китай слишком глубоко интегрирован в глобальной цепочке поставок, чтобы просто так уйти. Отчуждение ведущего мирового предпринимателя и промышленного производителя, с его потребительским рынком в 1,4 миллиарда человек, серьезно подорвет глобальные производственно-сбытовые цепочки поставок и бросит тень на всю мировую экономику. Возможно, просчеты администрации Трампа были частично вызваны спешкой, в надежде добиться победы накануне президентских выборов в следующем году. Но США, похоже, также убеждены в том, что они противостоят Китаю, который находится не в самом выгодном положении из-за риска жесткой посадки своей экономики. Это не так. Несмотря на то, что Китай относительно мало импортирует из США, он может обладать большим оружием, чем его оппонент, для использования в этой торговой войне. Помимо непосредственного принятия ответных мер посредством тарифов на сельскохозяйственную продукцию и коммерческие самолеты, он может ужесточить контроль над капиталом, сбросить имеющийся у себя в активе беспрецедентный портфель долговых обязательств казначейства США или позволить своей валюте обесцениться. Волна конкурентной девальвации, вызванная последним вариантом, дестабилизирует доллары США, а также международные валютные институты. Однако до настоящего времени Китай проявляет значительную сдержанность. Например, несмотря на недавнее обесценивание юаня по отношению к доллару США, Народный банк Китая выразил намерение поддерживать стабильность обменного курса. Даже если усиливающаяся напряженность в отношениях с США в плане торговли и технологий вынуждает его предпринять некоторые краткосрочные ответные действия, Китай, возможно, сохранит эту сдержанность и в обозримом будущем. Причина проста – этот умеренный подход служит собственным долгосрочным интересам Китая, как напрямую, поддерживая непрерывный экономический рост и развитие, сохраняя социальную стабильность и защищая целостность государства, так и косвенно, избегая дальнейших дорогостоящих сбоев на мировых рынках. По иронии судьбы, это также обяжет Китаю придерживаться тех самых структурных реформ, к которым стремятся США. Торговая война выявила риски, присущие поддержанию открытой экономики. Однако, вместо того, чтобы захлопнуть дверь перед остальным миром, Китай пытается защитить стабильность мировой экономики. Лидеры Китая не верят в то, что тенденция капиталистической глобализации, в которой Китай является как ведущим бенефицаром, так и все чаще основным вкладчиком, в ближайшее время будет обращена вспять. Поскольку, по мнению Китая, США остаются главным мировым защитником свободных рынков, к которым движется Китай, их отступление от ортодоксальности свободного рынка и злоупотребление государственной властью могут пошатнуть собственные экономические основы Америки и поставить под угрозу ее институты. Безусловно, Китай и США скорее всего еще больше отдалятся друг от друга. Китай будет разрабатывать собственные ключевые технологии, чтобы покончить с зависимостью от США и создавать стратегические секторы, которые будут стимулировать его экономическое развитие. Но такой технический прогресс со стороны Китая в любом случае потребует от страны осуществления структурных реформ. В частности, ему придется защищать права интеллектуальной собственности и создавать более эффективные рынки капитала, чтобы стимулировать фундаментальные научные исследования, технологические инновации и предпринимательства. Признавая роль рынков капитала в продвижении технологических инноваций, Китай уже в конце этого месяца откроет Совет по инновациям в области науки и технологий на Шанхайской фондовой бирже. Это не означает, что Китай закроет двери для торговых переговоров. Напротив, Китай готов устранить имеющийся структурный дисбаланс в торговых отношениях с США. Но вместо того, чтобы позволить администрации Трампа подтолкнуть его к увеличению импорта в одностороннем порядке, подход, который является одновременно наивным и безрассудным, Китай настаивает на поэтапном решении проблемы. Мир должен поддержать этот метод, в частности, США, путем ослабления ограничений на экспорт в Китай и приветствуя китайские инвестиции в США. Многим кажется, что Китай и США проваливаются в ловушку Фукидида, неизбежно сбывающиеся предсказания, в котором гегемон, опасаясь противника, ведет войну за мировое господство. Но, несмотря на то, что экономическая борьба между двумя странами продолжается, это вовсе не означает, что этот исход неизбежен. Отсутствие взаимного политического доверия не помешало США и Китаю участвовать в взаимовыгодном коммерческом сотрудничестве в течение последних 40 лет, а также не помешало недавнему всплеску культурных, образовательных и других обменов. В то время, когда две страны сталкиваются со многими общими проблемами, включая изменения климата, ядерные угрозы, терроризм, бедность и стабильность финансового рынка, можно только надеяться на то, что администрация США вновь проявит дальновидность и мудрость, необходимые для возобновления такого сотрудничества с Китаем. Чжан Цзюнь, декан школы экономики Фуданьского университета, Шанхай, и директор Китайского центра экономических исследований, аналитического центра в Шанхае. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.